Добрый вечер! В эфире бизнеса. Итоговая недельная программа «Тыждань за Ростовичем Таолешиным». У нас на носу 24-я годовщина независимости. Будут празднества, военный парад в столице, много красивых слов из уст политиков и так далее и тому подобное. А кто задумывался над тем, от чего мы действительно независимы, а зависимость от чего до сих пор не потеряли? Хотя пытались дважды на Майдане. Речь идет о государственной системе, в которой мы живем все эти 24 года. О том, что она из себя представляет, можно ли ее изменить и, главное, как. Мы и будем сегодня говорить с нашим гостем, доктором социологии, главой консалтинговой компании Андреем Качуковым. Добрый вечер! И постоянным экспертом нашей программы Алексеем Арестовичем. Господа, перед тем, как мы начнем дискуссию, точнее начнете вы, а я буду просто вас слушать, да? Давайте вспомним цитату нашей известнейшей писательницы Лины Костенко как раз о системе и о нас. Давайте послушаем. Мы статисти духовної пустелі. Мигвинтики і шурупи від жилої системи. Вона скрипить і розвалюється. Продукти розпаду інтоксикують суспільство. І воно по инерції обирає і обирає тих самих. Великий народ обирає карликів, маріонеток. І що цікаво, не він їх, а вони його сіпають за мотузочки у цьому політичному вертепі. Ліна Костенко, письменниця-шістдесятниця. Которая существует в обществі на сьогоднішній момент – отсутствие середнього класа. Дело в тому, що середний клас для любого обществу є двигателем. Согласні з вами? Ну, не до конца, тому що середний клас – це ж така категория достаточно искусственна і сконструювана спеціально, як антитеза большевистської Росії. Я имею в виду под середним класом вообще на самом деле, економически независимых людей. Которые имеють политические права. Совершенно верно. Дело в тому, що дуже багато обществу зараз на земле, і наша система не есключення, наша совсем тупа, а є хитрі обществу, які менюють економічні процветання на отсутствие политических амбиций у середнього класа. Наприклад, як би нам таку систему не построю. Средний клас є, але в політику не лізь. Але для цього треба, правда, сильне умне руководство і смену системи. Давайте о системі поговоримо, Андрей. Давайте поговоримо. Хорошо. О системі з большого букву С. Я сразу не согласен з Артемом Алешем. Дискусія зараз буде. Потому, що він неправильно сказав. Він сказав, що річ идет о государственній системі. А це не государственна система. Государственна система – сама жертва этой системи. В значительной степени эта война, це показава. А, тобто ми виходимо за межи нашої галактики, да? Не за межи галактики. Вот очень конкретное доказательство. Люди, многократно нарушившие верность украинскому государству, например, оказавшиеся на судей, прокурорах, ментах, которые оказались на СБУшнике, на территории оккупированной, верно послужили ДНР-оккупантам, потом оттуда их украинская армия вышибла, они все те же судей, ментах, прокурорах и СБУшнике. То есть, они сохранили лояльность системе, нарушився лояльность присяги государства. Тем не менее, благополучно находится она на должностях, является частью системы. Это значит, что государство Украина само уже жертва этой системы. Само. Андрей, вы согласны? С Алексеем Арестовичем? Я не согласен, я могу поспорить. На самом деле, просто государство на сегодняшний момент представляет из себя модель системы. Она была построена, государство было построено. Изначально оно было построено как система, а потом оно получило определенную форму. Нет, тут мы хитрее посмотрим. Советский Союз имел советское государство, и оно было частью системы. Системой было государство плюс партия, правильно? Партия была надстройка над системой, большая, очень серьезная настройка, которая не являлась государством, между прочим. И до 1977 года ее руководящая роль даже не была вписана в Конституцию. Да, можно. Вот то же самое у нас. У нас есть система, а это надстройка над государством, над обществом. На самом деле, немножко не так. Смотрите, дело в том, что если взять по аналогии, да, вот мы возьмем автомобиль, внутри есть двигатель, да, он движет автомобиль. И там еще сидит дядька, который крутит рулем. На самом деле, то, что вы говорите, это управляющая форма. А вот само содержимое вот этой системы было создано, а только потом оно облекло определенную управляющую форму. На сегодняшний момент просто система, которая есть в Украине, это типичная олигополия. То есть, если мы посмотрим исторические аналогии, где-то там дальше, то система изначально была построена таким образом для того, чтобы это было, ну, государство отражало власть нескольких, какого-то клановость, ну, какого-то клана и все остальные. То есть, вообще, если посмотреть немножечко, ну, если взять по аналогии, допустим, существует система, там, каких-то бизнес, да, какие-то предприятия. Основной бизнес, который есть сейчас в Украине, то есть, базовый, который есть, это большие предприятия, которые когда-то были, ну, я не скажу, были украдены, потому что это вопрос уголовного. Они были украдены, а что там? Ну, у нас сырьевая экономика. Можем себе позволить. Выкопал, загнал в печь. Давайте вот я расскажу, как я вижу систему, да? Хорошо. Я не закончил. Простите, Андрей, да, давайте. Я извиняюсь. Да, я тоже извиняюсь, давайте. Вот, то есть, ситуация получается следующая, что есть некие люди, которые сконцентрировали в своих руках власть, которая на сегодняшний момент представляет из себя единственный механизм власти, который есть сейчас в нашей стране, экономический. Притом не просто экономический, а финансовый. Притом не просто финансовый. А вот есть люди, которые готовы зарабатывать, есть люди, которые готовы получать. Притом тех, которые готовы получать, гораздо больше. Почему? Они просто вот не способны. Вы говорите о среднем классе или о предпринимателях? Это же разные вещи. Нет, я говорю о тех людях, даже если они идут в наемный труд, они понимают. Кого у нас нет? Кого нам не хватает? Предпринимателей, людей, которые могут зарабатывать? Нет, тех, которые готовы зарабатывать. Это предприниматели, это не средний класс? Независимо. Это может быть даже человек, который пришел на наемный труд. Но он понимает, что его час стоит столько-то времени, и он должен получить какой-то результат. Инопланетяне ввели средний класс в нашу структуру общества. Что изменится? Что такое, как инопланетяне могут ввести средний класс? Я думаю, Алексей просто теоретически представил, что у нас появился средний класс. Вы примерно то же самое под этим подразумеваете? Мы уже договорились, что это заможенные люди, которые имеют почасовую оплату, социальные гарантии, какие-то экономические. Работают по трудовым контрактам. Система может от этого начать? Не может появиться средний класс снаружи. Если вы его туда введете, он будет естественно отторген. Так система наша готова создавать в себе средний класс? Нет. Зачем мы его обсуждаем? Она его не будет создавать ни при каких обстоятельствах. Нет, сама система не может в себе внутри, она поддерживается отсутствием среднего класса. Но вы знаете, а на чем стоит система-то? Даже, или хорошо, если по Арестовичу система в системе, по Андрею все-таки система. Да? Немножко разногласия есть. Вот на чем она держится? И та, и другая. Давайте просто коротенько послушаем Сергея Жадана. Тоже наш публицист, писатель. Вот как он это... Ну, просто от него, да? На чем это все стоит? Головная загадка, звісно, чому вони всі крадуть? Демократи, консерватори, комуністи, патріоти, олігархи, вихідці з низів, незалежні журналісти й офіційні наложниці. Що з ними всіма відбувається? Ми ж читаємо їхні передвиборні програми. Яким пунктом там прописано, буду красти, як не в себе. Ми ж знаємо їх усіх у приватному житті. У приватному житті вони всі милі і безпосередні. У них у всіх є дачі, хобі і благодійні фонди. І лише потім виявляється, що дачі куплені на хабарі, хобі для статусу, а через благодійні фонди прокачується бабло на наступну дачу. Сергій Жадан – письменник та громадський активіст. Я вважаю, не в глаз, а в бровь. Реально, эта система, пусть она или система по Арестовичу, или система по вам, все равно она держится на этих, на власти, на политиках. Да? Нет, не на политиках она держится. Или она сама на себе держится. Хорошо, она приводит ко власти определенных людей. Маню, Федю, наложниць и всех остальных. Так все гораздо хитрее. Ну как хитрее? И они все становятся одинаковыми. Что такое власть технически? Вот власть, что такое? Определение власти. Власть – это способность наказывать и поощрять. Возможность. Возможность и способность. Наказывать и поощрять. Получается, что система работает очень интересным образом. Она никого внутри не наказывает за любое. Мы же как понимаем систему общества? Что вот есть чиновники, представители той же самой власти, занимающие государственные должности, они должны делать что-то для народа и для страны. Какой-то минимум. Мы их, как любят говорить, наемные менеджеры. Мы вас наняли, вы типа обслуживаете нас. А в реальности получается, что они могут сколько угодно провтыкивать свои обязательства перед народом и перед государством, перед страной. И никто за это не будет наказан. Вот она так сейчас работает. Они наказывают только за нелояльность самой системе. Значит, система выглядит так. Это Украина – это такая полудохлая корова, которая еле-еле идет, а к ней присосался такой громадный спрут, который за ней волочится и высасывает ее. Вот это вот так выглядит страна. 24 года независимости корова почти упала. Там ее подпирают добровольцы с одной стороны, с другой стороны волонтеры, и все. И народ, а народ это корово, это мясо. Вот она его пожирает. Роковая опухоль. И она не выполняет элементарные функции, вообще никакие функции не понимают. Она только жрет и крадет. А почему она крадет? Да все же понятно, потому что основа нашего мира какая-то. Вот современного, западного. Обогащайся. Главный лозунг какой? Будь миллионером. По крайней мере, это было 20 лет назад, когда эта система начиналась, и они по-прежнему замерли в этой самой. Советский Союз же развалился не под экономической силы, не по тяжести экономической ситуации. Он был гораздо могущественнее, чем современная Россия, например. Она же не разваливается. Союз развалился не от экономики. Ничто не вечно под луной. Правильно. Он развалился, ну, Украина не развалилась до сих пор. Он не развалился, он развалился, сейчас смотреть дадим. Он развалился по одной простой причине. Потому что чуваки поняли, из КПСС, что нужно сделать. Ну, как-то с одним видеомагетафоном тяжело жить, пора обогащаться. И они с тех пор обогащаются, не могут остановиться. Смотрите, есть определенный набор ценностей. Этот набор ценностей определяется целью, которая стоит перед, ну, я не знаю, возьмем, давайте так, ну, для того, чтобы для более простого понимания, возьмем там семью, или как, ну, более мелкую такую ячейку. Да, да, это будет проще. Вот. На самом деле семья создается для определенной цели. То есть, и эта цель задана явно до того, как эта семья создалась. Или не явно? Чаще. Это как семейный психотерапевт, говорю, чаще не явно. Ну, тем не менее. Это дальше уже там, ну, просто мне тоже доводилось иногда разговаривать с подобными проблемными людьми. И там, там другая проблема. Там просто цель выражена, но она является индивидуальной, не является общей. Есть проблемы, есть цель. Есть в любом бизнесе. То есть, возьмем, давайте возьмем просто по-простому. Возьмем модель государства, как модель бизнес-компании. Любой. Это неверно. Погодите секундочку. Погодите секундочку. Государство радикально отличается от бизнеса. Это в принципе другая система. Отличается только в одном. В чем? Целью, целью государства не является формирование профита, прибыли. Если взять бизнес-модель, что такое бизнес? Это процесс преобразования материальных ценностей в другие. С формированием добавочной стоимости. или финансовым капиталом? У государства цели формирования добавочной стоимости нет. То есть, понятие ВВП, на самом деле, которое там по телевизору рассказывают, все это, ну, это филькина грамма. А какая цель у государства? У государства цель достигать определенных целей, которые не являются материалами. Какая цель у государства? Ярко выраженная цель у государства есть? Ну, если взять по Энгельсу, то это цель давления на общество. А я вам скажу, что государства нет и не может быть целей. Государство работает по остаточному принципу. Оно должно обеспечить безопасность и нормальное функционирование, единое правило игры для всех. Все, ночной сторож. Ну, вы меня немножко перебили, я к этому как раз на самом деле. Не, я в развитии, что же я перебил? В развитии беседы. Давайте. Смотрите, на самом деле, просто любой бизнес строится по формату. Есть некое видение, есть цели, есть процессы, которые проходят внутри, есть ресурсы, которые используют эти процессы. Если взять глобальное видение государства, например, Украина, оно было выражено тем же там черноволом или там людьми, которые на сегодняшний момент являются как бы, ну, я не скажу там, столпами наций, там, ну, такими ронкими словами. То есть оно было выражено как нечто там Украина понад усетом и так далее. На самом деле, видение, как правило, это нечто аморфное, которое недостижимо. Дальше есть определенные цели. Там, ну, как бы, если взять бизнес, там этих блоков целей четыре, ну, скажем там, по упрощенному просто вот, какой-то определенный набор целей. На сегодняшний момент то, что видно в нашей стране, просто явно видно, это отсутствие определенной цели. То есть цель определяется наличием, есть такой параметр, в бизнес-проектировании, есть такой параметр, называется KGI, K-Goal Indicator, ключевой показатель цели. У нас не то, что ключевого показателя цели нет, у нас цель не выражена сама по себе. Когда люди говорят, мы идем в Европу, это не цель, это видение, это недосаживание. Это все с Кучмы началось, с политики многовекторности или нет? Или еще с 91-го года? Сразу после референдума, вот мне интересно. Я думаю, что скорее всего, вот, не было вот этой вот второй части, то есть цели как таковые не были созданы. Мне просто доводилось слышать, ну, такое мнение, что-нибудь там, при всем уважении к тем патриотам там 80-х, 70-х, начало 90-х. Вот было, да, вот создадим и точка. Кучма когда-то сказал хорошую фразу. Вы мне скажите, какое государство построить? Я построю. Я же инженер, я красный директор. Скажите, какая ракета? Я построю. Тут же другое дело. Когда была поставлена задача экономического обогащения, строительства экономики, перевода экономики социалистической на капиталистическую, выяснилось, что зарабатывать быстрее всего условия политической нестабильности можно на простых бизнесах без высокой прибавочной стоимости, без высокой интеллектуальной составляющей. Выкопал, продал. Выкопал, продал. Украли ящикотки, продали и напились. Так вот, фишка в чем, что страна резко спримитизировалась. Спримитизировались смыслы, спримитизировалось понимание ситуации, спримитизировались социальные процессы экономические и так далее. И вот выстроена была система. Центральная власть, кучма выстроена вокруг финансово-промышленной группировки, чиновники становятся членами ФПГ, члены ФПГ чиновниками. Половина населения висит на ФПГ, телеканалы, журналисты, это же тоже часть финансово-промышленного холдинга. Заводы, пароходы. Заводы, пароходы, все. Половина висит на государстве как бюджетники. Свободных людей, про которые говорит Андрей, очень мало. Не то что проценты, сотни. Десятые доли процентов. Вот те люди свободных профессий, которые там средний класс, предприниматели и так далее. По статистике их буквально и там их копейки. Вот и вся ситуация. Это идеальная пирамида. Вся ее проблема в том, что она прожирает саму себя. А так было бы хорошо. Она только тратит, она ничего не производит. Если что-то креативные люди придумывают, то это тоже сжирается. Прожирается советское наследие, сжирается это. Вопрос, когда на себя проест. Видите, она очень прочная. Война до сих пор не обрушила систему. Смотрите, мы подходим к тому, вот и Андрей говорил, и вы говорили о том, что цели не было, точнее как, Андрей говорит, цели не было, когда создавали. Алексей говорит, цель была обогащение. Хочу стать испартийцем олигархом. Удалось, да. То есть мы ее уже описали, грубо говоря, да. Там есть нюансы, но мы ее описали. И поняли. Цель же не государства. Это цель, это узкого другого лица. Цель системы. Цель системы, да. Как бы там, кто ее не считал. Хуясь система. Но, хорошо, как повлиять, менять эту систему, да. Вы знаете, вот Святослава Вакарчук, наш известнейший музыкант, как творец, как митец, по-своему это увидел. Давайте послушаем его короткую дистанцию. В Украине необходимо працювать над якостью законов. На мою думку, набагато важливее мати рівність всех перед законом. Нехай закон будет плохой, но нехай он работает. Не потребен очень просунутий закон, который не работает. Украина сегодня – это ирония. Украинская конституция не плохая, но никто ее не дотримается. Святослав Вакарчук, музыкант. Ну вот так вот. Святослав Вакарчук считает, что все-таки закон всему голова. Совершенно верно. Вопрос, выполнять будет. И вопрос, хорошо, его же система принимает? Или система в системе? Он намекает на то, что Вакарчук имеет печальный опыт работы в парламенте. Небольшой. Небольшой. Он намекает на то, что вот если бы депутаты были честны и принимали хорошие законы, все было бы хорошо. А тогда можно сказать, судьи нечестные. Они же законы хорошие, мы приняли. Они не выполняются, судьи не контролируют, не обеспечивают выполнение закона и равность всех перед законом. А если судьи плохие, тогда что? Прокуратура плохая. А если прокуратура плохая, уже неужели придется показывать администрацию президента? Вы что, они же там все хорошие, они святые. Понимаете? Все. Это не работает вся система. Так, вся. Без идиотических выражений. Андрей, так все-таки вот вы сказали, закон во главу угла, но кто его будет исполнять? А кто писать его будет? Важно ли? Нет, погодите секундочку. Вы заходите, вы заходите немножко, ну, смотрите, опять же, для того, чтобы что-то построить, нужно сначала создать какой-то план. Еще царь Соломон говорил, что человек, который начал строить башню, не рассчитал своих расходов, когда у него закончатся деньги, но я не дословно это привожу просто, когда у него закончатся деньги, станет посмешищем для окружающих. Та же ситуация просто. Когда рассказывают люди по поводу того, что мы вот сейчас достигнем каких-то определенных показателей, но они не указывают конкретно, каким образом эти показатели отразятся на жизни каждого конкретного человека. Или каким образом защитят его права и свободы? И каким образом они будут отвечать, если показатели не будут достигнуты? Вот самое важное. Как будет отвечать? Есть один момент. Дело в том, что на сегодняшний момент система, которая существует в Украине, она использует ресурс, который есть. Вот как говорил Алексей, просто этим ресурсом может быть либо там недра, либо там производственные мощности, либо люди, там умы и так далее. Она использует его исключительно для получения поверхностной прибыли. Она не заинтересована развивать этот ресурс. То есть сейчас вот то, что мы видим на протяжении всех вот этих 20 лет, ситуация, человек приходит во власть, он что-то там делает, каким-то образом, там своровал, не своровал уже, тут вопрос такой. И через какое-то время он исчезает, либо после этого он становится, ну, я не знаю. Чистым бизнесменом. Опять. Чистым. В кавычках. Чистым это очень, да. Больших кавычках. Повтор цикла потом идет. Все. Хорошо. Заново начинаем все время. И что мы делаем? Я вот несколько, да, я несколько, вот я весь этот месяц разговариваю с такими солидными дядьками, которые там на уровне начальников главков, там и так далее, бывших, нынешних, вот так пошел процесс. И они мне что говорят? Я говорю, вы же патриот. Как это в вашем ведомстве, чрезвычайно важном для обороны страны, сейчас завалено, полностью работало. Говорят, а я что? У меня все идеально. Я сделал вот это, вот это, вот это. Я написал бумагу, отослал, и эту бумагу затормозили плохие люди в соседнем ведомстве, от которых это зависит. Я со своей стороны сделал все. Я умываю руки, они говорят. Все. Что вы ко мне придираетесь? У меня все идеально. У него действительно все идеально. Но представим себе цепочку, вот чтобы новый танк приехал на передовую, цепочка в 12 ведомственных решений. 11 ведомств отработало нормально, 12-ая саботировала, и все. И танк не приехал. Вся система обрушена. У одного танки, у другого бизнес. Неважно, концерн, или там силиконовая долина, новый парк, новая больница. Хорошо, мы подходим к главному вопросу нашей программы. Что делать? О, Андрей. Первый момент. Очень, я, конечно, извиняюсь, что я так скажу. Вот вы общаетесь с одной категорией людей. Я в последнее время, там буквально несколько месяцев, консультирую Национальное антикоррупционное бюро и там часть людей, которые работают в Генеральной прокуратуре, которые пытаются ее изменить. Вот как раз вот эту категорию. Есть такие? Конечно, есть. Это внешние игроки, которые там заинтересованы. Которые, я понял, да. я понял, да. Как лучше быть помен? Ну, это, скажем, нет, это те люди, которые там на слуху, просто половина этих людей, которые приехали сюда из-за границы, это все понятно. Некоторые из этих людей, это мои бывшие студенты, они учились у меня. Серьезно? Неужели Сакваролидзе и компания, нет? Ну, давайте не будем говорить личностей. просто интересно. Хорошо. Ну, вот так. То есть, я консультирую их и мне приходится общаться с людьми, которые работают в этой структуре. Я вам могу сказать, единственный способ, каким образом можно сейчас изменить результат действия системы, нужно эту систему убрать полностью. То есть, те все люди, все, которые вот внутри там находятся, все до одного. То есть, мое исключительное мнение, конечно, я не претендую там на истину в последней инстанции, но тем не менее. Я считаю, что просто их оттуда нужно уволить. Притом, начиная от министра и заканчивая дворником. Уборщицей, да. Да. То есть, они просто не способны. Они люди, которые... Хорошо. Интересно. Вот я даже согласен. Подождите. Хорошо. Всех уволить. Да. Где вакуум? Вот, например, в ГПУ вакуум. Да. Во всех областных прокуратурах вакуум. Да. Полный вакуум. Все. Мы зависли. А где нам взять новые кадры? Давайте проведем открытые конкурсы. Вот ГПУ сейчас объявило, с 15 августа должны были начаться открытые конкурсы набора в Генеральную прокуратуру. Они не начались только по одной причине. По причине саботажа... Сторички затормозили, да? По причине саботажа, да. Тех людей... Притом, предмет саботажа был очень такой... То есть, сказали, мы не знаем, что это за информационная система. Ну да, да. Ну, понятно. Алексей, а все ли так просто? Хорошо. Смотрите, мне не нравится... Не знаю. Все мои работники мне не нравятся. Я сейчас всех выгоню и завтра возьму новых. Но я знаю, что такое набирать людей. Пусть даже на ТВ. Просто всего лишь на ТВ. За 15 лет, да. Не факт, что я быстро, даже с конкурсами, найду им замену. Ну так образно выражается. При этом эфир может завалиться. Все может завалиться. Страна как система не завалится. Украинская экономика, говорят, специалисты два раза давала рост за 24 года независимости. Оба раза, когда были Майданы. То есть, государство было парализовано, оно не вмешивало в систему. Троллейбусы ездят благодаря принципу электродинамики, а не потому, что заседает кабинет министров. Понимаете? Вот просто в проводах есть ток, и все. И так далее. Поэтому нам не нужна система. Вот если нам хочется записать с вами такую передачу, мы что, спрашиваем чиновника разрешения на это? Или что, мы встретились и записались? Надо, чтобы целый ряд людей над ней работал. У них один человек. А если никому будут нажимать на кнопки? Как это никому? А вот так, взять сразу всех и выгодно. Нет, так и речь идет о том, чтобы... Мы говорим об очень узком вопросе, замещение людей на государственных должностях. Есть же опыт реформирования восточноевропейских стран, бывших постсоветских стран. В Грузии три месяца не было полиции. Ничего не умерли. Там, в Хорватии, тоже там, в Чехии все такое, был опыт полного увольнения, ничего. Всегда можно сказать, что у нас другой масштаб. А при чем тут масштаб? То есть надо пробовать, да? Первый момент. Главное здесь, что система носит принципиально нереформируемый характер. Она нереформированная. С ней вообще ничего нельзя сделать. И чем быстрее мы это поймем, тем лучше. То есть все попытки имитации реформ, да, это все как бы воздух. Это ничто. Система не может быть реформируема изнутри. Вообще, в принципе, любая система не может быть реформированной изнутри. Вообще, как показывает практика, если вы вторгаете, ну, даже в организм какой-то, если вводится какой-то орган, ну, там, со стороны, он либо становится частью этой системы, либо он отторгается. Два варианта только существуют. Он не может изменить весь организм. Если вы сейчас в структуру, вот, которая есть, ввели, я не знаю, один маленький орган, называется новая полиция. Один. Но существуют суды, существует прокуратура в том виде, в котором она есть сейчас. Этот орган ничего не изменит. Есть два варианта. Мы либо будем смотреть, за какое время эти люди снова начнут брать взятки и станут теми же элементами этой системы. Но вот тут мы подходим к еще более интересному вопросу. Хорошо. Ее нужно зачищать полностью. Полностью. Замена. Total. А как это сделать? Она-то не хочет этого делать. Она имитирует. Нам что, брать, я не знаю. Что нам брать? Гранаты. Нам может ничего брать. На САУ ехать. Но история их снесет. История даже не абстрактная. Конкретно люди снесут в обозримые исторические сроки. Понимаете, я вам скажу так. Есть два варианта развития событий на сегодняшний момент. Эволюционный и революционный. Эволюционный – это когда система сама скажет, все, мы сдохли и самоустранится. Такой вариант рассматривался и до сих пор рассматривается в формате проведения реформы административной. Но, к сожалению, я читал закон про административную реформу, которая там есть. Там есть несколько моментов, которые очень сильно смахивают на попытку имитации. В частности, это когда создается такая роль, которая называется префект. Да. То есть, мы не будем сейчас этот момент обсуждать. Мы просто обсуждали. Просто сам факт. Что на самом деле, если бы вот эта реформа состоялась, как она должна состояться, тогда в этом случае вот эта верхушка, надстройка, она бы создавалась по мере необходимости. Она просто была бы... Низами, да? Да. Ну, грубо говоря, общинами. Это один вариант. Это эволюционный. Но, как показывает практика, на сегодняшний момент эволюционный путь, к сожалению, вот как мы видим... Затягивается. Очень сильно затягивается. Он не затягивается, он саботируется. Саботируется. По факту затягивается, потому что саботируется. То есть, есть второй путь, революционный. Революционный... Я не имею в виду, что там люди вышли с гранатами или там с коктейлями Молотова, там забросали, там кого там надо или не надо. Просто вопрос в том, что в один прекрасный момент встанет вопрос, а зачем вы нужны? И этот вопрос прозвучит громко и в конкретные кабинеты и в конкретным людям. Алексей, но ведь состояние перманентной революции тоже не активнее. Она не должна быть перманентной. Просто один раз должны появиться люди, которые решают те задачи, которые стоят перед страной. Вот и все. Элементарно. Зачем в больнице конкретная перманентная революция, если все, что там нужно, это залатать стены, поставить трубы и включить свет и там привезти новые лекарства. И больница дальше нормально функционирует. Там не нужна революция, никому никто не будет делать революцию. Даже профессиональные революционеры там не будут делать революцию. Потому что, когда Че Гевара на Кубе сделал революцию, он поехал в Конго, а потом в Боливию. Ему на Кубе было уже скучно. Поэтому им просто нечего будет делать в нормальной реформированной стране. Вы поймите, революция как стрела, она вылетела, она решит свои задачи рано или поздно, пока в цель не попадет. Эти люди, которые сейчас являются частью системы, они находятся в машине, в которой несется в стенку, они прижимают педаль. Все. Вот мы красиво говорим. Мы красиво говорим. Нахрен снесут просто. Я понимаю. Могу сказать некрасиво. Но это же не инопланетяне появятся. Смотри, появятся люди, которые систему такие уже не просто поставят на колени, а просто ее окончательно развеют. В режиме военного коммунизма все будет делаться. Понимаете? В режиме военного коммунизма когда оно рухнуло все, вот все, ситуация должна дойти до чего? До того, что государство в принципе не способно выполнять свои функции и до такой катастрофы, что вот это как город. Представьте, маленький город в долине. Там есть коммунисты, фашисты, либералы и так далее, есть системщики, мэр плохой. Они между собой ругаются, никак не могут договориться, что делать с городом. А вдруг ночью селевый поток прорывает, течет с горы и что? Они тогда в режиме прорванную дамбу для того, чтобы город весь не снесло. Пофиг, что я работаю рядом с коммунистом, а слева фашист, главное, чтобы он мне мешки вовремя подавал. А командовать тогда начинают те, кого будут слушаться, кому хватает силы и мозгов в авральном режиме принять правильное решение, вдохновить людей и кинуть их на исполнение. Вот так оно и будет, по-другому никак. В авральном режиме. В авральном режиме, да. На самом деле, просто сейчас ситуация зайдет к тому моменту, что появятся люди, которые способны выполнить функцию. одну, снести стену, второй придет построить стену, третий придет заштукатурить и так далее. Все. И в результате вот этого изменения возможно изменение государства до формата такого, когда мы можем сказать, что у нас не правители, а менеджеры. Вот путь. То есть сначала должны появиться функциональные управители, которые могут просто на уровне функций просто сказать, вот этого нужно убрать. Все, его уберут. Прекрасно. Они, я так понимаю, где-то бродят. Но они должны как-то... А где были Вашингтон выдвинуться? Гамильтон, и тогда отцы основателей американской конституции до того, как она возникла необходимость ее написать. Сидели в декларации независимости. Они же были колонией Англии, благополучно занимались какой-то там местной своей элитой, вечно спорили с доминионом о том, что в соотношении пропорций и полномочий и так далее, и так далее. Это чайный бунт, тот бунт. Общество американское раскололось, была куча народа, которые ушли и создали Канаду, на секундочку, которые были, остались верными короне, да, и прочее, прочее. И четыре года была страшная война. И им не сразу удалось, потому что в 1813 году англичане снова взяли Америку и взяли Вашингтон. В том числе, там, я не знаю, чуть ли не пообедали на декларации независимости, оригинале и так далее. Там долго становилось государство. Сейчас это достичь, самая сильная страна в мире. Почему? Основы хорошие заложили, но они закладывали их в авральном режиме. Никто не знал, какую страну он сам в мире. Аврал близок. Вы все мне говорите про селевые потоки, про аврал. Аврал близок для нас. Вот 24 года независимости. Когда наступит наш аврал? Алексей, Андрей, когда наступит аврал или пойдет селевой поток? Пусть Андрея подставлю, пусть первый скажет, а я буду, будет время подумать. Прямо как универия. Спасибо. Ну, я считаю, что, скорее всего, если применять к теперешней ситуации, то мерильным камнем, наверное, станут выборы, которые будут в октябре месяце. По очень веселому, в больших кавычках, закону. Ну, вопрос тут не в законе, а вопрос в результате. Мы о законах уже поговорили. Вопрос не в законе, а вопрос в результате. Второй момент. На сегодняшний момент, то есть то, что мы наблюдаем, вот я вам могу сказать, как представитель бизнеса в обществе, потому что мне приходится работать в этой стране. Я сталкиваюсь с кучей проблем, на которые у меня есть только один ответ. Нужно сворачивать бизнес и уезжать в другую страну. Все. Я просто без вариантов. Просто потому, что... Ну, вот простой, очень простой пример. У меня есть, в моей компании есть представительство, кроме Украины, в двух странах еще. И кроме этого, я еще работаю по приглашению в третьей стране. В частности, третья страна, в которой я работаю, очень много. Это Грузия. Я до сегодняшнего момента и сейчас, я преподаю очень много, я консультирую, вот в Грузии, я консультирую администрацию президента сейчас. Я учу людей, которые оттуда. Вот. В Азербайджане я когда-то помогал строить Министерство социальной политики, ну, как IT, структуру Министерства социальной политики. То есть, я работаю в Казахстане, у меня там представительство есть, я работаю в Беларуси, у меня есть представительство. Вы такие на легкие варианты не размениваетесь, да. Ну, а какой... О чем вам говорит эта большая вытарка? Нет, просто вопрос в том, что... Вы много видите, интересно. Да, но мы вот увидели, что... Смотрите, я просто говорю, по поводу бизнеса, да, бизнес-среда. То, что сейчас происходит, вот, что касается экономической ситуации в стране... То есть, сельевой поток нас уже догнал, Уже догнал, 100%, мы уже в нем. Политически он догонит нас по прогнозу Андрея к ноябрю опять, да? Да, ну, после октября, после октября. Просто все увидят, что эти выборы, ну, это просто... Профанал. Ничего не работает, это даже не профанал, это катастрофа, ничего не работает. Понимаете, вот все, даже бабушки, голосующие за Гречку, должны понять... То есть, должны понять, что вот оно, вот как бы, оно не работает, все развалено нахрен. Понимаете? Ничего, даже схемы купи-продай уже не работают, потому что потом будут перекупи и так далее. Люди, которые берут взятку, уже не держат слово, не выполняют то, за что они получили взятку. Вот до чего должна дойти система. Она дойдет в ближайшее время. Вот. Просто с точки зрения, допустим, наполняемости рынка, имеется в виду там, ну, сейчас, нужно людям где-то обеспечить работу. То есть, большинство людей все-таки, это те люди, которые ориентированы быть наемными сотрудниками. Большинство. Но у нас, к сожалению, пока так. Ну, тут вопрос не к сожалению или к счастью. Например, в Китае та же история, они прекрасно себя чувствуют. Но они там сохранили плановую экономику. Там немножко... Два мира, одна страна, две системы. Но они интегрировались при этом. Там немножко другая история. Там просто, там дешевле ресурс, который его производит. Он сконцентрирован на одной функции, поэтому... Мы подошли к тому, мы уже поговорили о том, как нужно ее менять, что такое система наша или система в системе, как ее нужно менять и когда должно прорвать ваши прогнозы, да? Я еще хочу поговорить. Знаете, о чем? А все-таки, какой должна быть страна? Ведь у... Ну, Алексей сказал, что такое государство. А государство это так. Права свободы, защита территории, урегулирование споров. Споров, ну, то есть... Да, единые правила, поддержание единых правил. Да, тычика. Но, какой она должна быть? Споры тоже не утихают, да? Вот для того, чтобы система или система в системе опять нас, грубо говоря, не поймело, как общество, да? Вот каким должно быть устройство все-таки государства. Мы уже говорили тоже, вот Андрей говорил тоже об административной реформе. Мы еще со времен Романа Бессмертного и Ющенко о ней слышим, да? Уже как минимум 10 лет активно, как минимум, и при куче мы слышали. Так вот, давайте вспомним, что Вячеслав Черновол говорил, каким он видит, видел, к сожалению, Украину. Давайте вспомним, а потом обговорим. Согласны, не согласны? Давайте. Бачу в складе Украинської Федеративної Народної Республіки такі землі, як Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, Гетьманщина, Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Таврія, Чорноморье, а Крим як незалежного сусіда або автономно-республіку в союзі з Україною. Кожна із земель матиме свій парламент, Донецьку раду, Галицьку раду і так далі, віддатиме і берегтиме гарантії демократичних прав на опозицію, на вільні вибори, на свободу слова і друку, на приватну чи колективну власність, на недоторканість і гідність особи. В'ячеслав Чорновіл, політик та публіцист. Ну от, кое-що, те, що ми слухали від нашого експерта і нашого уважаємого гостя, зазвучено зі словами В'ячеслава Чорновола. Але може спугати перша частина цитати про Федеративну Народну Республіку. Так її вже спеціально дискредитували, понятия Федерации. Дело в тому, що це ж дія не Чорновола. Нет, це просто його... Це його ідея, це його мнение було просто. Федерация дуже багато ідеї, різні варіанты Федерации. ФРН була дуже довго, Федеративна Республіка Немерчина. Федеративна Республіка Немерчина я до сих пор. Ми так і називаємо її Германію. Ана так і є ФРН. Смотрите, тут ж все понятно. У нас є главні противоречії, які позволять цій системі существувати. До сих пор. Їх треба устранити і зробити так, щоб вони ніколи не повторялись. І все. Де ще зробити маленьку підсистемку, яка следить за появлением нових противоречій і своєвременним їх устраненням. Соединенні Штати України нам потрібно. Ой, де-то я це слышу. Це моя мысль. Соединенні Штати України, скажіть мені. Це даже, кстати, в соцсетях вже починає активно продвігатися і популяризуватися. Андрій, скажіть мені, Соединенні Штати України, пусть даже условно говоря, це виход для нас или нет? С теми, що ми говорили, є держава, яке фактично основні 5 пунктів обеспечиває, а вже на містах, як угодно, їх повіту можна називати, райони, області, все інше. Ну, давайте від Савдепи відходіть, уберем області. Я абсолютно согласен с цей мыслью. Дело в тому, що власть должна бути передана на тот уровень, на котором находяться те, які від неї потребляють. Скажемо ще точніше, де задачи появляться, там їх і треба решати. У нас же централізація ідет задача, вони собираються в кучу документів, наверху кабмін говорить, підняти постановлення. Щоб решити, дати деньги на котельну там в Закарпаттській області или не дати. Точнее, дати областному бюджету, областной бюджет даст району. Подняти уровень соцзабезпечення громадян там в такому-то квартале. Всямі субсидії. А ми в квартале не можемо, тому що бюджет вернеться через цикл минимум 9 місяців туда на місце, а, скорее всего, год-полтора. Смотрите, є ще одна інтересна штука. Це називається точка контроля. Просто, чим більше вот эта точка контроля, тем меньше контроля. То есть, вот, если у вас, допустим, є міністерство, і в цьому міністерству там у одного міністра там 24 замістителя міністра, їх проконтролювати невозможно. То есть, если їх там, їх должно быть столько, щоб їх можна було проконтролювати. Все. Якщо точка контроля буде знаходиться на уровні какой-то условної, скажімо, я не говорю категориями те, які є в законі, условної какой-то территоріальної громади, пусть она буде, ну, сейчас її сказали, пусть це буде 10 тисяч. Я, кстати, спорний момент вообще. Вот. Какой-то территоріальної громади. Тоді, вона може спросити у своєго чоловіка, котрого вони поставили головою, а куди ти, додонте, додорогий товариш, дел додіңи? Почому у нас додіңи є, а додіңі нет? Или наоборот, додіңі... Ні додіңі, ні додіңі. Додіңі і додіңі. Додіңі і додіңі. Тодіңа контролю, Андрей, і ще і предмет контролю. А зараз предметом контролю вонатрі системі є біляється біля. Якщо вона правильно оформлена і правильно підписана, не важно, главный, щоб бумага була правильна форма. Ви нігода підписаніюєте і наказання. А результатом дожна бути не бумага, предметом контроля, а результат, который объективно сформулирован. По объективній системі показателей, объективній системі, де рада експертов, громадська рада, представітелів всіх витвей власні, широкі громадські договорінія, європейська традиція, нормальна коммунікація. Постановили себе цель исполнителі, і объективній системі показателей, реформы і т. д. Не выполнил, значит, кадрові выводи не выполнил дважды, или особо злостно не выполнил, персональные выводы. Кадровые это не то, что тебя сняли, или передвинули, или не дали продвигаться, а персональные это уже суд, уголовное преследование. И все. И вот тогда оно будет работать. Понимаете? А то оно не работает. У нас предметом контроля является бумажка. Кстати, очень все похоже на работу бизнеса. Это нормальная работа, но все так работает. Похоже на работу бизнеса. То, чего мы начинали, кстати, программу. Но ведь децентрализация по-украински 2015, системы и системы в системе, она нам этого не дает. Абсолютно. На самом деле, существующая система не может вот это вот обеспечить. Просто потому, что тогда потеряются ее цели. Мы уже вывели изначально, с начала программы, то, что целью системы является личное обогащение людей, которые в ней находятся. Все. То есть, как только вот эта точка контроля уменьшается, тогда вот эта вот цель, личная цель каждого теряется. Все. Она просто недостижима в этом случае. Смотрите, какую претензию народ Украины и мы с вами предъявляем чиновникам. Даже не сами не чиновникам, а вот шире, системе. Представителям системы. Что же вы, сволочи, не рубите сок, на котором вы сидите? Вот этот сок, по которому вам бегут миллионы долларов, вот Георгий Тука, там, губернатор Луганской области, недавно озвучил, что ему сказали, что губернатор просто ничего не делая может иметь полмиллиона долларов в месяц. Губернатор Луганской области. А если он еще будет создавать коррупционную схему, то больше, больше, и насколько хватит таланта. Зачем ему будет рубить этот сок? Мы говорим, что система неэффективна. Она предельно эффективна. В деле решения своей главной целевой задачи эти люди построили идеальную систему. В деле личного обогащения просто надо хлопать, аплодировать. Не реальная система. Задачу надо ей сменить. Вот и все. Да, потихонечку, потихонечку будем заканчивать. Мы идем к тому, что мы, как, мы уже близки к силевому потоку. В чем-то мы уже... Частично уже здесь. В этом потоке, да, мы уже вот по уши. Но мы ждем уже, как бы, последнего финального аккорда, завершающего, как на большом галоконцерте системы за 24 года. И последний прогноз. Сколько мы эту систему еще будем менять? Коротко уже от вас, потому что осталось буквально несколько минут. Да когда будет задача поставлена, то есть система развалится, надо будет в авральном порядке спасать, это будет все очень быстро сделано. Очень быстро. Мы поразим. Очень быстро это сколько? Полгода-год. Андрей. Я считаю, что вообще, на самом деле, на сегодняшний момент общество мобилизировано. То есть, по крайней мере, те люди, которые способны изменить, они знают, что делать, когда делать и так далее. Я даю не полгода-год, я даю чуть меньше. На самом деле, по институтам, где-то 2-3 месяца. Оптимистичненько я вам скажу. И быстро последнее. Кто должен поставить задачу? Само общество перед собой. Я правильно понимаю? Да где-то общество будет спать. и надеяться, что за него что-то сделают. Это активисты. 5%? Небольшой процент активистов. 5%? Хорошо. Все. 5% поставит задачу перед обществом. Это все изменит за довольно короткий период времени по прогнозам наших сегодняшних участников. А дальше общество должно, блин, проснуться. Напоминаю, сегодня мы подводили итоги. 24-х лет независимости и делали прогнозы о системе с Андреем Качуковым, доктором социологии и директором консалтинговой компании и о системе в системе мы говорили с нашим постоянным экспертом Алексеем Мористовичем. Спасибо вам. Такими у нас получились итоги сегодняшней дискуссии. Не забываем, что все выпуски программы можно посмотреть не только в эфире телеканала «Бизнес», а на нашем официальном канале в YouTube. Встретимся через неделю в это же время и на этой же частоте. С вами был Артем Алешин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин